это твой дом нет твой нет я не могу такое принять как ты смог купить где взял столько денег мама и папа перед смертью оставили мне денег чтобы я хотя бы имел крышу над головой я сдерживался и не тратил деньги и хорошо я нашел хороший дом который ближе к тебе ты не смотри что он такой после ремонта все будет хорошо ну конечно главное что есть дом слушай ты же знаешь что сможешь оставаться здесь сколько хочешь тебе не стоит возвращаться в дом то есть здесь как-то я преувеличиваю дом то пустой я тебя лучше отвезу отель нет нет я никуда не поеду я не хочу отдаляться пусть этой ночью они будут вместе мама завтра послезавтра уйдет все равно а я вернусь домой я даже дышать не могу когда вижу ее хорошо а если не уйдет ну то есть твоя мама уйдет она всегда уходила уйдет и смерть не сберет она себя ты не может обеспечить пустые слова наверно уже пожалела о своих словах она такая уйдет завтра послезавтра а я домой вернусь тебе не бывает сложно каждый раз так бывает конечно детям еще сложнее нет я говорю тебе бывало когда я была маленькой но сейчас я выросла я знаю что она уйдет но кирас и фикрет очень хотят маму рядом я тоже такой была в детстве я знаю я понимаю их конечно но мне стало обидно когда они ее обняли в детстве я была такой же но рядом со мной не было взрослого человека но я же есть у них когда они ее обняли я почувствовала что они достаточно хорошая сестра они чувствовали отсутствие мамы я не смогла ее заменить а если бы был другой человек ты же говоришь что не было взрослого человека а если бы был ты бы не скучала по маме скучала не плачь ты не приходи сюда нет сейчас нельзя я все решу хорошо с кем разговаривает не знаю ты видел отца оставил бомбу и ушел мы удивились разве брат мама серьезно заберет из мета но так то у нее есть право она же мать его в конце концов если бы папа не согласился она бы этого не сделала то есть она пришла не ради нас а ради смета только не глупи разве такое возможно она же сказала скучает по нам я почти забыл ее черты лица волосы брат человек может забыть свою мать это нормально ты же давно не видел ее я например забываю что ел утром у тебя завтра нет уроков есть спи уже брат пойдем выйдем куда давай брат во двор хорошо я позвоню тебе дети но вы куда в позднее время Пойдем, брат, выйдем Брат, я не могу поверить Она еще и спрашивает, куда мы идем, будто волнуется Мать года Брат, я не могу понять Как эта женщина может вставать перед нами? Будто мы виделись только вчера Такая она, это женщина такая Что поделать, придется терпеть Как-никак она уйдет Может к Тюлай пойти? Сетра скорее всего там Нет уж, пусть отдохнет Пойдем на берег Да, Хекмет, пойдем на берег Вдохнем в такую погоду от холода Не будем думать о маме и ни о ком Хорошая идея Отличная Пойдем, блин Алло Нет, я не смогу Нет, не смогу так сразу забрать Эсмит и уйти Потому что они будут меня ненавидеть Я хочу остаться Буду завоевывать доверие и привыкать к Эсмету Я не могу терпеть то, что они меня ненавидят Кирас? Что случилось? Эсмит заснул Я пришла сказать это А ты почему не легла спать? Я 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 Иди же Иди 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 ко мне, доченька Мама Говори Ты больше не уйдешь, так? Нет Не уйду Что делаешь? Джимиль Джимиль Комиссар У вас прогресс в деле по угнанной машине, так? Да, комиссар Я как раз в место преступления Вы нашли улики? Нашли Серьезные улики, слова Аллаху Отлично После этого Возьмите отпечатки пальцев И дело будет раскрыто И узнаем, кто угнал машину Это дело может быть закрыто Ты хорошо проработал, Джимиль Молодец Спасибо, комиссар Субтитры сделал DimaTorzok Что случилось, Фелис? Мне приснился кошмар Тебе не холодно было? Нет, нет Просто все тело застыло Как мы уснули, так? Фикмет Рахмет Фикрет Вставайте Я бы сама заварила чай Разве дети заваривают чай? Я заварила Ты иди умойся, доченька Исмет, проходи Фикрет Доброе утро Кирас, давай же, сестра Сынок, не торопи сестру Только зашла Фикрет Я пришел, мама Я куплю сегодня вам мед С этих пор будете пить молоко с медом Кушайте Они еще не вышли? Нет Если они выйдут, опоздают Дай Аллах, они позавтракали Мама их приготовит Она не сможет Тогда сами приготовятся Они же взрослые Смогут сами Тогда я пошел Поеду на работу Хорошо Я поеду Если что, позвони мне, ладно? Я приеду Хорошо Кстати Я приеду вечером Купим мебель И тебе будет удобнее Брось ты Не покупай ничего из-за меня Мама и так не выдержит И скоро уйдет А я вернусь домой Да мы и не можем быть в одном доме Хорошо, ты будешь жить А я уйду Проблема не в этом Ты же знаешь, что можешь оставаться здесь Для меня проблем нет Ну хорошо Спасибо Не за что До сих пор не вышли Видишь? Фелис, не волнуйся Иди посмотри Давайте, ребята Сынок, куда это вы? В школу Посидите, позавтракаем Пойдем, брат Я хочу поговорить с вами Останьтесь, прошу вас Садись Я Говорила, что заберу эсмета Я подумала, что не смогу Не смогу забрать То есть То есть Я останусь здесь На некоторое время На длительное время Сестра Фелис Доченька, почему на ногах? Присядь Я тебе чаю налью Не хочу, спасибо Ты скажи Что хотела сказать? Мы слушаем тебя Иду Что я говорила? Да Я останусь на некоторое время Потом Сниму дом неподалеку Буду рядом Вы будете приходить ко мне Разве это не прекрасно? Я пошел Куда, сынок? Мы же кушаем Я сыт по горло Наелся Пойдем, брат Брат, а мы? Сестра, нет Я сама вас отведу Завтракайте Пойдем со мной Ну и? Когда ты уходишь? Я же сказала Я остаюсь Дети будут расстраиваться Если будешь так себя вести Что это значит? Ты знаешь, что это значит Поскорее соберись и уходи Чем раньше ты уйдешь, тем лучше И не позволит тебе расстраивать детей Фелис, я их мать Разве я могу навредить им? Да, я вижу Ты хорошо за ними ухаживала Но теперь я вернулась Вернулась? Так трудно дать мне шанс? Шанс? Ты просишь шанс? Смотри, напомню тебе Видимо, ты забыла Я была в пятом классе Ты сказала мне Принеси свой дневник Если оценки хорошие У меня сюрприз Я побежала, принесла его Оценки были хорошие Я думала, ты приготовишь торт Печенье, пирог Потому что другие матери Так делают Оказывается, ты ушла Вот той сюрприз Мы поссорились с твоим отцом Есть еще кое-что Рахмету было 10 У него был день рождения Ты сказала, вечером пойдем На Курусселе А вечером мы пришли Не было ни госпожи Шукран Ни ее известного чемодана Ты знаешь, что Рахмет Потом три дня не говорил? Парень ни слова не проронил Рассказать еще тебе У нас много историй Хочешь послушать? Ты оставишь в покое Кирас И Смета и Фикрета Я не позволю тебе Разрушать их жизнь Фелис Я изменилась Ты не можешь измениться Что это такое? Мне что, отчитываться перед тобой? Я скучаю по семье По дому Я вернулась Да, ты будешь отчитываться Ты украла мою жизнь Я возвращаюсь обратно Иди проживай свою жизнь Сестра! Сестра Нас мама отведет в школу Сестра, постой Теперь ты уйдешь, сестра? Братик, разве я могу уйти? Брат Барыш купил квартиру Недалеко Там, где раньше жил Брат Нуман Я как гость Останусь там ненадолго Я очень близко Если что, кричите Я услышу Ладно Ладно, говорю Посмотрю, что значит тишина Я близко, ладно? Не волнуйтесь Завтракайте В школу пойдете Кираз? Дай смету молоко Хорошо? Хорошо Хорошо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я опоздала Иди, покушай Мама, я же говорю, я опаздываю Когда он пришел Вчера ночью Я тоже не слышала Он спал там, когда я утром проснулась Будь тише, иначе проснется Пусть бедняга не просыпается Шукран Он говорит Шукран? Шукран Он бредит, говорит Шукран Мамочка Ты в порядке? Да, я в порядке Давай, ты опоздаешь в школу Ладно, увидимся Иди Шукран Шукран Шукран, подпиши, давай Господин Фикри Давай, давай Подписывайся Где мне расписываться? Госпожа Шейма Господин Фикри Доброе утро Доброе утро Но что вы делали над моей головой? Вы бредили А я подумала, что у вас температура, что вы заболели Вы будете завтракать? Нет Мне одно пиво Одно пиво? Конечно же, из морозилки Ладно Как могла уйти? Она же тебя любит Причем еще Фелис, это не так Такого не было Тюлай не беременна Врач сказал, да? Да Еще кое-что Братуфан, что говорил врач? У Тюлай это Не будет детей Не может быть Что? Как так? Что за дело, а? У этой Шесть детей Которые не может воспитывать Фелис Ради Аллаха Найди Тюлай Пожалуйста Я звоню Не отвечает Позвони Друг вернется Клянусь Не могу без нее Стой, брат Тюфан Постой Тюлай Тюлай Ты что делаешь, а? Где ты? Мы ждем тебя с Туфаном Мы переругались Где? Почему? Хорошо Не плачь Не плачь, ладно Поговорим Успокойся Успокойся Ладно, увидимся Где она? К матери поехала В Бурсу Она еще сказала, что Пусть Туфан живет без меня Что-то вроде этого Пусть будет без меня Она глупит Не знает, что говорит Куда? В Бурсу Забрать свою жену Хотя я не знаю, где ее дом Если понадобится, буду ждать на вокзале Господин Фикри Может быть еще одно? Госпожа Шейма Разве я об этом спрашиваю? Я просто спросила Господин Фикри Госпожа Шейма Я могу вас спросить? Прошу Спрашиваю Это Кто такая Шукран? Простите Я Я Давай, мама Мы опоздаем Учитель будет злиться И за пяти минут ничего не будет Если будет ругаться, скажешь мне Быстрее, мама Я опаздываю на контрольную Иду, сынок Исмет, давай Пойдем, Исмет, давай Давайте, ребята Давайте выходите Вы опаздываете Братуфан, езжай внимательно Не жми на газ Тут недалеко ехать Давай Не волнуйся Сообщишь, ладно? Хорошо Пока Пока Это что? Что за машина, а? Ну что за машина? Я с ума сойду, друг мой Все работает против нас Не драматизируй, ладно Разве работала когда-нибудь? Сядь в автобус и поезжай Конечно Так и сделаю Ну конечно, бурсы недалеко Тогда откачу ее, давай Помочь тебе? Да, будет хорошо Ага, хорошо будет Толкни сзади, а? Как толкать? Госпожа Шейма Я могу зайти? Заходите Госпожа Шейма Я выхожу Удачи, господин Фикри Госпожа Шейма Вы спрашивали, кто такая Шукран Шукран Шукран, моя жена Брат Туфан, не волнуйся Ребята за машиной приглядят Ладно, хорошо, пока Давай Сообщи Госпожа, мы ищем Фелис Элибол Это я, слушаю Подпишите А это что? Что происходит? Господин Барыш заказал мебель Все оплачено Принесли диван и кресло Распишитесь Так, а где дом? Тут, можете отнести Разгружаем Кажется, вещи приехали Да, это я купил Нет, не ради тебя Домой купил Я так собирался покупать Не злись А почему не сообщил? Не смог Был занят из-за работы Поэтому Что делают? Разместили? Нет, только начали Хорошо Супер Эти вещи тоже куплены на деньги твоего отца Именно так Больше ничего не осталось Ладно, хорошо Ладно, я отключаюсь Мне пора на работу А то неудобно Я позвоню, ладно? Увидимся Ребята В чем дело? Добро пожаловать, брат Спасибо В чем дело? Какие-то проблемы? Нас это не касается Брат Барыш Ты помогал нам на улице Когда были проблемы, защищал и спасал нас Когда нужно было, кормил и покупал одежду Спасибо тебе Не ходите вокруг да около Говорите В чем дело? Брат Брат Дженк Что с ним? Брат Они нашли перчатки твои Которые ты оделал на работу Они использовали их, когда разбили машину Они устроили ловушку тебе, брат Наши узнали об этом, когда говорил Али Я понял Я понял Брат Тебе что-нибудь нужно от нас? Есть Не впутывайтесь в проблемы Спасибо, брат Спасибо Давайте Спасибо Субтитры сделал Dima Субтитры сделал Dima Субтитры сделал Dima Субтитры сделал Dima